Вот такие два стихотворения. Это поэт, знаменитый такой поэт. Он после войны, он воевал, но он в войну выжил, а потом его через несколько лет догнали старые раны, и он, значит, погиб через лет восемь после конца войны. Описал им изумительные стихи, фамилия его Гудзенко. Вот такие несколько стихотворений. Когда на смерть идут, поют, А перед этим можно плакать, Ведь самый страшный час в бою, Час ожидания атаки, Снег минами изрыт вокруг, И почернел от пыли минной, Разрыв, и умирает друг, И, значит, смерть проходит мимо, Сейчас настанет мой черед, За мной одним идет охота, Будь проклят, сорок первый год, Ты, вмершая в снега пехота, Мне кажется, что я магнит, Что я притягиваю мины, Разрыв, и лейтенант хрипит, И смерть опять проходит мимо, Но мы уже не в силах ждать, И нас ведет через траншеи, Окочневшая вражда, Штыком дырявящая шеи, Бой был коротким, А потом глушили водку ледяную, И выковыривал ножом Из-под ногтей я кровь чужую. Если тебе не все будет понятно, Попроси перевести, Это очень красивые стихи. И еще одно такое стихотворение, Но я его сделаю, как на сцене, Если можно, значит, Нас не нужно жалеть, Ведь и мы никого б не жалели, Мы пред нашим комбатом, Как пред Господом Богом чисты, На живых порыжели от крови Глины шинели, На могилах у мертвых Расцвели голубые цветы, Расцвели и опали, Проходит четвертая осень, Наши матери плачут, И ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, Не изведали счастья ремесел, Нам досталась на долю Нелегкая участь солдат, У погодков моих Нет ни жен, ни стихов, Ни покоя, Только сила и юность. А когда возвратимся с войны, Все долюбим сполна, И напишем ровесник такое, Что отцами-солдатами Будут гордиться сыны. Ну а кто не вернется, А кому долюбить не придется, Ну а кто в сорок первом, Первою пулей сражен, Зарыдает ровесница, Мать на пороге забьется, У погодков моих Ни стихов, Ни покоя, Ни жен, Нас не нужно жалеть, Ведь и мы никого б не жалели, Кто в атаку ходил, Кто делился последним куском, Тот поймет эту правду, Она к нам в окопы и щели, Приходила поспорить, Ворчливым, охрипшим боском, Пусть живые запомнят, И пусть поколения знают Эту взятую с боем Суровую правду солдат. И твои костыли, И смертельная рана сквозная, И могилы над Волгой, Где тысячи юных лежат, Это наша судьба, Это с ней мы ругались и пели, Подымались в атаку, И рвали над Бугом мосты, Нас не нужно жалеть, Ведь и мы никого б не жалели, Мы пред нашей Россией, И в трудное время чисты. А когда мы вернемся, А мы возвратимся с победой, Все как черти упрямы, Как люди живущие злы, Пусть нам пиво наварят, И мясо нажарят к обеду, Чтоб на ножках дубовых Повсюду ломились столы, Мы поклонимся в ноги Родным и страдавшимся людям, Матерей расцелуем, И подруг, что дождались, Любя. Вот когда мы вернемся, И победу штыками добудем, Все долюбим, провесник, И работу найдем для себя. Вот такие два стихотворения.